Добрый день всем присутствующим, добрый день, с вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной байфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте смотреть, что у нас происходит. Ну, на индексе ММВБ, во-первых, да, начнем с индекса ММВБ. В общем-то, ничего особенного не видно, такого замечательного, но, в принципе, ситуация неплохая, и, в общем-то, цель, которая была поставлена в район уровня 1700, она актуальна, и я думаю, что есть шансы ее достигнуть. Единственное, что вот такого бурного продвижения, скорее всего, не будет. Возможно, даже на пути движения к этому уровню будет даже попытка скорректироваться, ну, скажем, в район 1650, вполне возможно. Но мне кажется, что все пока движется в правильном направлении и особо радует сейчас Сбербанк. Сначала нас вчера порадовал привилегированный Сбербанк, помните? Он вчера просто вот выстрелил и улетел, сейчас он находится в районе 63 рублей. Вот, и обычный Сбербанк тоже подключился. Вчера еще как-то вот не очень красиво смотрелась тут ситуация. Были какие-то, ну, собственно, ничего интересного не было. Но сразу же вечером вчера пошло движение, и сейчас оно продолжается. И здесь почти 2,5% роста. То есть сейчас мы видим пробой уровня 80, а это значит, что открыто пространство движения в район 85-86 рублей. Поэтому держать позиции по Сбербанку имеет смысл точно. И, соответственно, ждать продолжение движения в район, ну, скажем, 86 рублей, так скажем. Наверное, обозначим целевой диапазон, потому что здесь уровни, они какие-то не так легко определяются визуально, как хотелось бы. Поэтому тут все хорошо, и сейчас лучшая акция на рынке – это Сбербанк. И пока в ней есть смысл находиться, и пока ее не покидаем. Дальше, что еще посмотрим? Ну, и, соответственно, ВТБ немножко стал получше выглядеть. Тоже здесь есть сигнал на вход в длинную позицию. Тоже есть выход из диапазона 7,05 с классическим ретестом этого уровня сверху. То есть все абсолютно по классике, по технике. Поэтому тут тоже длинная позиция. Она, по сути дела, ее имеет смысл открывать и держать. Здесь тоже есть в планах движение достаточно большое. То есть здесь может быть достигнуты уровни предыдущих максимумов. Это 8,2 копейки. Поэтому здесь, собственно, тоже есть чего зарабатывать. Банки сейчас на фоне укрепления рубля выглядят неплохо. То есть рубль вчера дошел до уровня 62 рубля и там остановился. Вот на споте. Давайте посмотрим. Пока топчутся здесь нерешительности, поглядывая на нефть. И ждет развитие ситуации на рынке нефти. На нефти вообще ситуация достаточно интересная. То есть нефть закрепилась выше уровня 51,5. И в принципе, если вот это вот движение будет иметь продолжение в район 54 долларов, у рубля есть вариант сходить в район 60 рублей. Я думаю, что у доллара имеется в виду. Есть вариант сходить в район 60 рублей, но наверняка довольно краткосрочно. То есть потому что сейчас такой уровень доллара, он совсем не выгоден для бюджета. То есть Центробанк, скорее всего, будет, если таким образом будут события развиваться, начнет опять либо покупать валюту, либо что-то, принимать какие-то действия и, скорее всего, будет пытаться вернуть доллар на более приемлемые уровни. Поэтому, если, скажем, будет доллар снижаться в район 60 рублей, то рекомендация покупать на этих уровнях, там надолго доллар, наверное, не останется. Вот, поэтому так вот. Поэтому так. У нефти есть, мне кажется, еще вариант возможного продолжения такого ограниченного вот этого роста. Сейчас она корректируется, и коррекция может даже дойти до уровня 50,5 или, может, чуть ниже, к 50 долларам, в принципе, вполне может вот эта коррекция текущая дойти. То есть вот здесь будет интересно, если от этого уровня будет следующий заход наверх, то, в общем-то, у многих уже участников рынка будет складываться понимание, что нефть окончательно развернулась, что она в дальнейшем, ну, это уже, скорее всего, надо переносить на следующий год, будет двигаться в район 50, наверное, 5 и выше. И это уже будет менять отношение участников рынка к нашему, инвесторов даже мировых к российскому рынку, потому как, опять-таки, Россия страна-бензоколонка, и вот двухдневное повышение цен на нефть уже достаточно сильно привело к сильному притоку денег в фонды ИТФ, ориентированных на Россию. И понятно, что если движение на нефть будет продолжаться, то приток будет продолжаться и, в общем-то, поможет нашему рынку выйти на новые высокие уровни. Поэтому, опять-таки, смотрим с надеждой на нефть и изо всех сил желаем, чтобы она удержалась на текущих уровнях и, может быть, пошла чуть выше. То есть от этого зависит самочувствие всего рынка, рубля и всего остального. Как ни печально, но это так. Поэтому сейчас, значит, в первую очередь вот это возможное продолжение укрепления рубля отыгрывают банки, Сбербанк, ВТБ. То есть это сейчас одно из лучших мест на рынке. И давайте посмотрим, что еще тут есть, какие еще есть идеи. Газпром. Газпром, в принципе, все тоже достаточно хорошо, стабильно. И пока тоже лонг. Здесь, значит, был достигнут уровень 141 рубль. В общем-то, пока нет никаких причин говорить о развороте. Пока длинные позиции есть смысл сохранять. Смотреть, как будет ситуация чисто с технической точки зрения здесь образовываться. То есть смотрим по вот этому линии тренда, проводим на осцилляторе. Смотрим, если когда пробиваться будет линия тренда, тогда, в общем-то, будем фиксировать и выходить из позиции. Пока рановато. Пока еще, может быть, достигнут даже уровень 142, 143 вполне может. Поэтому пока не спешим здесь фиксироваться. Хотя, в принципе, ситуация на рынке, настроение очень быстро может поменяться. В текущей ситуации я не думаю, что какую-то стабильность можно рассчитывать. Поэтому без внимания позиции лучше не оставлять. ГМК Норникель пока еще ничего не изменилось в его настроениях. Топчется около уровня 9000. Пока не надо ничего с ним делать, ничего не покупать, не продавать, пока не стоит. Без позиций здесь. Лукойл. Лукойл дошел до первой цели. Мы говорили, 2.300. Первая цель будет. 2.300 ждем. 2.300 достигнуто. Пока никаких, скажем так, причин закрывать позицию пока нет. Каких-то также причин открывать позицию тоже нет. Потому как уровень сопротивления. Нам сначала убедиться. Если пробой этого уровня, если этот пробой состоится, 2.300, тогда будет следующая цель движения. Тогда уже будем 2.450, 2.500 ждать. Тогда будут совершенно другие ожидания здесь возникать. Пока как-то непонятно, что здесь будет бумага делать с этим уровнем. Опять-таки, может помочь нефть, если нефть будет немножко более активно продвигаться выше. Или хотя бы подаст признаки того, что она не будет снижаться в ближайшей перспективе. Я думаю, что Лукойл вполне может справиться с уровнем 2.300 и, соответственно, перейти в дальнейшее наступление. Пока на текущий момент позитив на рынке явный. На этот позитив что может повлиять? Что может изменить настроение рынка? Сегодня вечером выходят минутки ФРС. Это опять тема, вот это вечное повышение и не повышение этих ставок и так далее. И в пятницу нонфармы. То есть вот эти две новости могут повлиять на доллар в первую очередь. И, в общем, эта рикошета может отразиться на поведение рубля и уже на рублевые цены. Вот такая цепочка действий получается. Поэтому пока смотрим, что будет Лукойл делать с уровнем 2.300. Там уже дальше будем разбираться с дальнейшим. Магнит. Пока ничего нового. Все то же самое. Тот же диапазон. Никаких героических усилий, направленных на пробой 11.800. Нет. Поэтому тоже ждем. То есть если позиции есть, держим. Если позиции нет, то, собственно, не открываем. Здесь немножко тоже зашевелились бумаги, которые, бумаги компании, ориентирующих на внутренний рынок, скажем, МТС. Пока тут не сказать, что что-то привлекательное уже сложилось на графике, но, возможно, будет в ближайшей перспективе. Поэтому начинаем чуть более пристально наблюдать за этой бумагой. Посмотрим, может быть, у нее хватит сил пойти выше. Но пока, я думаю, что рановато. Пока без позиций. Дальше. Что еще? Рост нефть. Пока, я думаю, что все хорошо. Пока смысла сигналов на выход из длинных позиций нет. Рост идет, замедляется, да, в любой момент может остановиться, развернуться. Но пока сигналов разворотных нет, смысла нет выходить из позиций. Поэтому пока длинные позиции держим. Ну, со Сбербанками все понятно, это нам нравится. Вот НЛМК, я бы сказала, что стал лучше выглядеть. Здесь такой некоторый пессимизм проглядывал. И было достаточно печально смотреть на всю вот эту ситуацию, то, что здесь происходит. Но мне кажется, что есть позитивные подвижки, вот особенно после пробоя уровня 72. Я думаю, что сейчас есть потенциал движения как минимум на 75. Дальше уже, может быть, будут и какие-то более позитивные идеи. Поэтому, в принципе, можно пока, наверное, смотреть вариант такой краткосрочный с целью 75. Дальше уже там, когда будет 75, тогда дополнительный анализ и смотреть, что делать дальше с бумагой. Вот, поэтому НЛМК, мне кажется, немножко поправляется. Что еще посмотреть? Ну, собственно, наверное, и все. Вот Яндекс я еще переглядываю. Мне так кажется, что тут немножко должна ситуация поменяться. Но пока не меняется. То есть негативный, нисходящий тренд есть в наличии. Поэтому пока тут никаких действий не стоит предпринимать. То есть сюда пока вмешиваться рано. Аэрофлот, в общем-то, хорошо себя ведет. То есть мы ждали район 41-42. Подходит Аэрофлот вот к этому уровню сопротивления, уровню максимумов предыдущих. Тоже здесь будет интересно посмотреть, сможет ли он с этим уровнем справиться. Вообще возможно, что и будут фиксировать прибыль, потому что был достаточно бурный рост от 34 к 42. Есть чего зафиксировать, поэтому вполне возможно, у 42 все-таки будут фиксироваться. Поэтому будет остановка и некоторая коррекция. Поэтому вполне возможно, есть смысл около 42 зафиксировать длинную позицию. Там уже дальше смотреть. Если будет пробиваться 42, лучше еще раз зайти. Поэтому Аэрофлот пока молодец. Что-то не пошел на ВТЭК на 605. Давайте посмотрим на ВТЭК. На ВТЭК, да, пока он не так замечательно выглядел, как хотелось бы. Но я думаю, что все в норме. То есть здесь ситуация развивается не так быстро, может быть, как хотелось бы. Но я думаю, что пока в рамках возможного. То есть, да, вот после достижения 620 было какое-то такое ощущение, что здесь хорошее движение пошло. Но вот движение оказалось не таким сильным, как хотелось бы. Особенно после того, как 605 уровень прошли обратно вниз. Сразу как-то подувяла здесь ситуация и интерес участников стал как-то меньше. Но пока мне кажется, что просто сейчас денег на рынке мало. Есть более такие сильные идеи, типа Сбербанка. Там интереснее участвовать, там понятно, что происходит. Поэтому я думаю, что отток денег именно в такие сильные бумаги, он пока не дает возможности развернуться бумагам второго плана. Поэтому здесь все, наверное, будет, но просто чуть позже. Поэтому если позиции есть, смотрите уже, если есть более интересные идеи, может быть, и стоит в них переместиться. Но мне кажется, что Новотек – это хорошая идея и хорошая компания. С ней, возможно, все будет позже, но в конечном итоге все должно быть хорошо. Поэтому смотрите сами. Ситуация, я думаю, что не совсем плохая. Просто не лучшая – это да, но здесь разные факторы влияют. Так, что еще? Так, почему ГМК рос весь август, половину сентября, невзирая на любой внешний фон? А сейчас он хуже рынка. Если он пробьет, то падение должно быть, если учесть, что ГМК падает в вторую неделю на растущем рынке, что если наш рынок развернется вниз. ГМК до сих пор отыгрывает идею повышения налоговой нагрузки, пока эта идея в цене не будет учтена, новых каких-то движений не будет. То есть для того, чтобы ГМК начал хоть немножко в него возвращаться оптимизм, нужно, чтобы была какая-то поддерживающая информация, хоть какая-то. Цены на сырье не поддерживают бумагу, и еще тут повышение налогов тоже совсем не в тему. То есть никакого позитива нет, с чего расти, какая причина роста, сложно даже придумать. Поэтому я думаю, что 9000 это достаточно серьезный уровень. Возможно, его попробуют пробить, ну хотя бы, чтобы стопы сбить у народа и вытащить из позиций. Но сильно далеко ниже 9000, я не думаю, что ГМК пойдет. Мне кажется, что 9000 вполне хороший уровень, и где-то в этом районе ГМК постепенно будет искать причины для дальнейшего движения и будет восстанавливаться. Но заходить сейчас, мне кажется, рановато, потому что надо убедиться, что все работает. Так, Татнефть обычная. Обычная Татнефть сегодня, да, вот совсем пока не позитивно здесь развиваются события. То есть было движение практически в район 320 рублей и вернулось обратно ниже 320. В общем, то есть было 330, практически ушло ниже 320. В общем, достаточно волатильное движение получилось. То есть была заявка на хорошее продвижение вверх и вот такой заход вниз. Но, собственно, тоже пока вот здесь ничего такого плохого не происходит. То есть в Татнефть, в обычной, вот идет формирование восходящего канала. Вот пока внутри этого канала происходит какая-то консолидация. То есть здесь, ну, все пока в рамках существующего движения. Поэтому пока я думаю, что смысла, так скажем, повода для каких-то переживаний здесь нет. И я думаю, что пока все по плану идет. Просто может быть не так хорошо все выглядит, как хотелось бы. Но рынок, он, к сожалению, никому ничего не должен. И поэтому пока вот продолжаем ожидать движения в рамках того канала, который здесь наметился. Так, Олег спрашивает, неужели на нашем рынке заработала техника? Техника работает в каких-то определенных бумагах, самых ликвидных. Больше ни в чем не работает. То есть во втором эшелоне сейчас точно ничего не работает. И можно так только чисто условно какие-то, скажем, уровни агентиры определять. Но рассчитывать на работу технического анализа можно в очень ограниченном перечне акций. К сожалению, так. Так, ФСК. Вопрос. В Газпроме тоже налоговая нагрузка, но она растет. В Газпроме давно эта уже тема обсуждалась. Там уже эта тема включена в цены давно. Но уже переварили тему и уже к этому относятся легче. То есть это чисто психологический фактор. По ГМК никакой информации про налоги не было. Одни слухи. Слухи сильнее, чем факты, на самом деле влияют на цену. Так, про лукол. Замолвите слово. Ну, про лукол я вроде все сказала. Так, будет ли расти магнит? Ничего не знаю. Будет когда, если будет пробиваться 11800, тогда будем ждать дальнейшего продвижения. Пока почему-то не пускают выше 11800. И могут быть разные причины. Какие причины, честно говоря, не знаю. Так, в ФСК был вопрос. ФСК. Тут надо, наверное, смотреть сначала с графика дневного. И дневной график вот таким образом выглядит. То есть здесь на ФСК вот этот уровень, 6 копеек, вот этот уровень, он давно существует на графике. И вот этот уровень, он около этого уровня, развиваются события уже достаточно давно, еще с прошлого года. И пока этот уровень остается таким уровнем притяжения, так скажем. Только немножко отойдет от него цена, так сразу обратно притягивается. Поэтому пока вот 6 копеек остается этим волшебным уровнем, и сейчас цена находится ниже этого уровня. Поэтому пока не будет выхода выше, и здесь даже лучше с запасом 6,1 копейку, вот этот вот уровень немножко так сместить. Пока не будет выхода выше 6,1 копейки, я думаю, что сюда в это движение вмешиваться рано и открывать позиции. Вообще так ситуация выглядит достаточно многообещающе. Такое есть ощущение, что вот здесь образуется такой некоторый диапазон. Вполне возможно диапазон накопления. То есть какие-то участники рынка, возможно, здесь уже позиции подкапливают вот в этом диапазоне. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Но мы не можем знать это наверняка. Поэтому, в общем-то, выход из диапазона, пробоя верхней границы диапазона, мне кажется, есть смысл рассматривать как момент для входа в позицию. Пока не раньше. Поэтому сейчас я не вижу здесь какого-то сигнала. Я думаю, что надо набраться терпения, подождать нормального момента. Если он будет, то уже тогда вмешиваться. Потому что сейчас ситуация на рынке далека от стабильной. Мы уже сегодня об этом говорили. Настроение на рынке может поменяться в несколько дней. И, соответственно, здесь может не реализоваться тот потенциал, который здесь пока намечается. Поэтому не надо спешить. Надо ждать уже более таких конкретных сигналов. Потому что сейчас на рынке можно верить только фактам. Но какие-то домыслы, они, к сожалению, может быть и в конечном итоге не осуществятся. Вот это то, что касается акций. Нефть посмотрели, доллар посмотрели. Что нам еще осталось? Фьючерсный индекс РТС. Давайте глянем. Тут пока все остается в позитиве. Тоже ситуация, она такая неоднозначная и может все перевернуться. Но пока здесь вот длинные позиции по фьючерсу. Им пока ничего не угрожает. В них можно оставаться. Здесь также был пробит уровень 83 тысячи. Был почти что и тест этого уровня сверху. Был отбой от этого уровня. То есть единственное, что сейчас как-то потерялась вот эта динамика. То есть здесь в районе максимумов такой диапазон начал образовываться. 83 500 поддержка чуть больше 85 тысяч сопротивления. Но это нормально. То есть после движения остановка с консолидацией накопления сил для дальнейшего роста. Это нормально. То есть пробой максимумов будет новая точка входа в длинные позиции. Поэтому пока я думаю, что здесь, если длинные позиции есть, стопы ставить под вот этот диапазон. Ждать пробоя наверх. Если будет пробой наверх, то собственно продолжать сопровождать длинные позиции или входить в новое. Пока я думаю, что позитива может еще хватить, может быть на день, на два. Вполне возможно, что ситуация достаточно резко изменится на новостях, скажем, на сегодняшних вечерних или на завтрашних нонфармах. Все может быть, стабильности на рынке нет, но смотреть по факту. То есть по факту пока сигналов на выход из длинной позиции нет, поэтому пока оставаться в длинных позициях. Пока так. Давайте на этом будем завершать. И всем спасибо за внимание. До свидания. До завтра.